Я вам представляю не очень-то больших мастеров, но с очень трудолюбивыми ручками. Вы бы знали, сколько труда стоит слепить хотя бы, ну маленький шарик скатать, а уже сделать такие сложные композиции, а в этом году мы делали большими композициями. Руководитель кружка декоративной пластики из розец Валентина Кушакова представляет своих маленьких воспитанников. Им всего от 5 до 11 лет, но делом они заняты очень серьезно. Рисуют, лепят и еще по-всякому воплощают историю России. В Доме культуры «Медвежье озеро», где базируется коллектив, открылась его отчетная выставка. Тему для нее выбрали очень значимую. Русь 14 века. Куликовская битва. Идея темы вообще от детей пришла. Они пришли со школы и начали мне рассказать, что они проходили в школе «Куликовскую битву». И мы стали развивать эту тему. Изучали очень много литературы, смотрели фильмы, потом делали проекты. Изучали традиционную одежду, орнаменты, какие ремесла были, какие сословия были. Дети, конечно, настолько им было необычно, эти термины необычные. Но мы об этом говорили. Каждое занятие. 14 век. Русь уже более полутора столетий под гнетом татаро-монгольского ига. Вставший во главе Золотой Орды хан Мамай мечтает полностью поработить Русь, уничтожить православие. Московский князь Дмитрий поднимает народ на борьбу с захватчиками. Центральная часть выставочной композиции – это как раз и есть события, происходившие у Дона Великого на берегу в 1380 году. Когда только туман рассеялся, оказалось, что перед ними уже стоит войско Мамая, выстраившееся и готовое к бою. А на холме сидит Мамай, наблюдает, если у нас Дмитрий был во главе войска, а потом пошел, переоделся в простые одежды и стал в ряды простым воинам. Большое значение этим страницам русской истории придает православная церковь. Ведь на битву князя благословил преподобный Сергий Радонежский. Этот величественный сюжет знаком миллионам людей. Он о национальной гордости наших соотечественников, о духовном объединении для защиты Родины. А непохожий ли круг истории мы проходим сегодня. «Россия еще много раз пытались разделить, чтобы ее завоевать. Я думаю, что вот эти призывы Дмитрия Донского и Сергия Радонежского, что мы должны объединяться, они должны быть актуальны сегодня, потому что мы знаем, что переживаем очень легкие времена». Куликовское сражение и победа князя Дмитрия, который после него получил прозвище «Донской», отражены в литературе, в живописи, в кинематографе. А теперь вот и в детском творчестве, таком душевном, открытом и искреннем. Открытие отчетной выставки «Кружка из розец» сопровождалось творческими номерами. Даже настоящие гусли можно было послушать. Каждый участник коллектива был отмечен грамотой и теплыми словами руководителя Валентины Кушаковой. Рассказывая о творческих планах, Валентина Викторовна похвасталась, что скоро они с воспитанниками займутся изготовлением настоящих керамических изделий. И коллектив будет в полной мере отвечать своему названию «Из розец». Это ведь и есть керамическое глазуровное изделие. В Доме культуры организуется гончарная мастерская, и мы закупили гончарные круги. У нас теперь своя печь, и мы можем работать с глазурями, поскольку мы сейчас обжигаем наши изделия на тысячу градусов, но мы их расписываем гуашами. А теперь нам предоставляется возможность работать как настоящие керамисты. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.